коротенько я напомню определение группы на группу мы будем обозначать но обычно а и обозначаются главными латинскими буквами название групп так и вот это самая главная проблема проблема в обозначении половине вы источник литературы найдете что это просто множество которое есть операция я поэтому обозначение будет такое держи один так далее gn элементным быкоконечные группы рассматриваем потом поговорим и они конечно когда конечное количество элементов и это просто множество и отдельно операция рассматривается а иногда обозначает вот так имея ввиду что здесь что здесь еще операция да но когда обозначает вот так там начинаются проблемы с другими вещами надо как-то обозначить это вот множество отдельно и так далее поэтому давайте мы с вами но это не под группа группа в общем дело это это просто множество элементов поэтому я буду вот как первые товарищи обозначать вот так да и задана операция бинарная операция то есть для двух элементов и эта операция вот это вот должна обладать по отношению к этим элементам на первых она должна быть замкнута это значит что какие бы вы два элемента не взяли из же вы обязательно должны получить элемент из же ну вообще говоря конечно должен еще нам обязательно то и жека так на же и должен быть из же потому что вообще говоря они не коммутируют вообще говоря не коммутирует поэтому переставлять в общем случае нельзя здоровое что нужно потребовать нужно потребовать ассоциативность этой операции соответственно ну я уже не буду давайте я напишу что есть еще конь g l что g l на g k и на g k третье ассоциативность скобки поменял местами да и по этой причине обычно скобки вообще не пишут если операция ассоциативно то особого смысла написание скобок не имеет ну только если вам нужно что-то выделить какой-то элемент третье что должно быть выполнено обязательно это существование нейтрального элемента существует е такой что е на g k ты обязательно нужно равняться же к ты на е и это должно равняться жека обязательно ну на самом деле можно потребует существовать только с одной стороны оказывается что в этом случае мы все равно докажем что его так вот так тоже будет но мы потребуем самого начала но мы потребуем самого начала так и четвертое что должен быть выполнено это существование обратного элемента должен существовать g к минус 1 такое что вот это g к минус 1 и это должно равняться нейтральному элементу то есть нейтральный элемент если операция у нас умножение то она ведет себя как единица сложение 0 это может быть смотрите тут важная особенность почему интересные группы вообще потому что это могут любые элементы с любой операция которая для них имеет смысл да хоть какой-то смысл если для операции можно вот такое ввести все это это операция и подходит это называется группы да но это не группа это будет кольцо да ну там тоже требования есть какие-то к операциям нет по одной группы а по другой группа а там кое-что другое ну если будет интересно потом про кольцо может просто теория колец не сильно применяется нет применяется чуть-чуть но каких-то отдельных малых областях а вот это применяется повсеместно в теоретической физике потому что это более общий объект потому что в найти множество объектов для с одной операции гораздо проще чем с двумя операциями с нужными свойствами так самая простая группа естественно то есть давайте придумаем какую-нибудь группу самую простую это но для того чтобы все эти операции что нам нужно при вверх существования и вот пусть у нас будет какая-то групповая операция даже неважно какая и вот и уже на самом деле неважно какая операция и не важно чему равно е вот в этом и есть смысл теории групп на абсолютно абстрактно вот на данном моменте нам вообще не важно сюда можно подставить все что угодно но вот когда мы уже подставили что угодно вот тогда и здесь нужно подобраться с думать об операции а пока мы знаем что это нейтральный элемент а это групповая операция все тут все хорошо да это самая простая группа но тем не менее можно проверить все выполняется да даже даже вот это выполняет е на е на е да тем не менее это говорит о том что этот элемент всегда входит в группу этот элемент всегда входит в любую нейтральную это означает что в каждой другой группе не такой в каждой другой группе вот эта группа будет входить как подгруппу обязательно хотя бы одну вот хотя бы такую поэтому самая простая группа вот такая а любая более сложная ее содержит как подгруппу так да это все замечательно теперь давайте мы приведем пример других каких-нибудь групп это это потом если понадобится я воспроизведу например рассмотрим умножение двух чисел 0 и 1 или там минус 1 1 минус 1 сейчас подумаем в зависимости от того какую операцию мы уберем умножение или сложение нам удобно будет выбрать что-то одно ну давайте умножим 1 и минус 1 так давайте на данном этапе так умножение просто точку поставлю 1 минус 1 то что я рисую называю напоминаю называется таблица кэлли по простому таблицу умножения ее предложил использовать кэлли для того чтобы когда вы так сделаете и посчитаете всего идет элементы вы поймете выполняется ли вот эти свойства то есть она позволяет проверить существование ну обычно это два числа это обычно умножение 1 минус 1 минус 1 и здесь представляете 1 значит во первых уже выполнен далее не трудно сообразить раз это числа то они ассоциативны по умножению это даже можно не проверять есть ли нейтральный элемент ну очевидно есть такой элемент при умножении на который получается все то же самое вот он существует ли обратный элемент ну по определению то какой умножение этот на этот дает нейтральный ну один обратен самому себе кстати тут не сказано что этот не может совпадать самим собой может нет такого требования что вот это не равно вот этому такого требования нет поэтому единица является обратной к самой себе мы видим это получается минус единица является обратной тоже к самой себе вот и не получается поэтому обратные элементы есть все требования для группы есть так название у нее наверное какое то есть но так как такая группа не особо интересно то мы вводить его не будет ну а как умножение на минус единицу меняет результат умножение на е смотрите не меняет результата поэтому минус единицы не может знака минус ну мы мы говорим нет они это геометрически несимметрично но есть же стрелка направление асимметрия вызвано чем что есть операция больше вы видите что не один больше чем минус 1 и рисуйте стрелку в ту сторону выжив в некотором порядке расположили на оси вы задали порядок поэтому асимметрия конечно есть больше никакой асимметрии так давайте я хочу привести другой пример группы и нарисую рядышком мы ее уже изучали эта группа ну тут можно разные привести пример мы рассматривали группу вращений прямоугольника по моему прошлый раз вот такой прямоугольник напомню так они вращение вращение это я не то рисую вращение вот когда у него есть центр я могу поворачивать его вокруг вот такой оси перпендикулярной плоскости на какой-то угол ну понятно что такая точка находится на пересечении диагонали и там тех объектов которые нарисовал значит группа мы договаривались ну тут вопрос как обозначать опять же напоминаю у нас есть такой вариант цен есть вариант r там фи где поворот на угол фи где это у нас есть 2 пи на н где угол фи н задается по формула 2 пи делить ну соответственно если есть один то у вас просто 2 пи если здесь 2 100 пи и так далее а дети просто пишите угол который на который поворачивается пока я буду обозначать вот так как принято в теории групп но потом мы поймем что нам удобнее все таки использовать вот такой вариант но это мы поймем это мы сейчас пока не понимаем пока все равно что использовать а вот потом то чуть позже будет ясно что удобнее использовать вариант с обозначением р но пока я буду как классический элемент симметрии c2 у нас года мы можем повернуть его на пи и ничего не изменится соответственно c2 ну а далее соответственно мы нейтральный элемент е если хотите поворот ну c1 на 306 градусов тоже всегда можно поворачивать ну и теперь осталось только перемножить здесь будет c2 здесь будет c2 е на е мы ничего не изменили поэтому будет е и осталось только теперь c2 на c2 значит это у нас что будет е мы один раз повернули на пи и второй раз повернули на пи соответственно это будет е далее мы можем рассмотреть соответственно вот такую группу симметрии прямоугольника когда работа смотрят отражение относительно вот таких прямых ну давайте значит мы назовем это сигма-1 это сигма-2 операция которая отражает относительно этой оси сигма-1 относительно этой оси сигма-2 и что получится он же не перейдет сам себя вдоль диагонали отразили и чего вдоль вот так ну вот у вас этот угол на речи на это не перейдет не перейдет так это именно важно как отражение то есть не поворот а именно как отражение зеркальное отражение если хотите соответственно что у нас тут будет я наверное так ли я хотел то а давайте рассмотрим пока относительно 1 вот это чувствую многовато получать сначала относительно 1 если и и и и сигма-сигма сигма ну а здесь будет два раза отразили относительно 1 будет эквивалентно мы пока относительно 1 если я просто хочу показать другой другую вещь посмотрите пожалуйста у нас таблицы умножения полностью эквивалентные вот эта ситуация когда мы можем представить эквивалентные группы друг друга как а чем они эквивалентны но посмотрите если мы переобозначим е на 1 сигма на минус 1 то я в дело операции вот с этими числами получу то же самое что делаю здесь это означает что ну давайте сначала я введу некоторое определение а потом я скажу строгое математическое пусть у нас есть две группы одна же с операцией кружочек а другая какая-нибудь f с операцией звездочек операции разные в общем случае и множество g и f тоже разные в общем случае и теперь сделаем следующее пусть у нас есть два элемента из группы g g1 и g2 и два элемента из группы f f1 и f2 и теперь такая вещь пусть есть некоторое отображение из g в f ну функция если хотите из g в f я вот там сотру будем считать что это мы помним ну или по крайней мере я могу напомнить в любой момент пусть есть некоторое отображение g1 g в f g в f но оно должно быть каким какое требование нужно потребовать нужно потребовать ну я не знаю как-нибудь его h напишем вообще я должен написать вот так как-нибудь например вот так у него есть специальное название просто это отображение это функция некоторая но она особенная смотрите надо чтобы если я возьму вот это вот g1 и подействую на g2 и вот это отображение применю я должен получить f1 звездочка на f2 вот если я так могу сделать вот в эту сторону прямую я говорю что задан гомоморфизм гомоморфизм это вот такое отображение просто когда у вас два элемента да кстати g1 они должны быть тоже ну соответствовать друг другу f1 а g2 должно соответствовать f2 конечно соответственно тогда мы говорим что мы установили некоторое соответствие g в f g в f но может так получиться что гомоморфизм будет выполняться и в обратную сторону такое тоже бывает и вот тогда это называется изоморфизм изоморфизм когда гомоморфизм в одну сторону выполняется и в другую то есть не только из g в f но из f в g ну и в некотором смысле мы могли бы это называть взаимоднозначным соответствием если бы это было для множеств мы так и называем он называется биекции или взаимооднозначное соответствие а вот когда у нас еще требования на операцию есть это называется изоморфизм то есть операция на что задает она задает структуру вот мы должны потребовать чтобы были не только соответствующие множества друг другу но еще и структура да структура еще была одинаково так вот у этих вот групп одинаковая структура хотя они про разные посмотрите это про прямоугольники а это про числа но структура математическая в них абсолютно одинаковая операция и таблички тоже что-что да да до переобозначения да таблички совпадают с точностью до переобозначения и смотрите так вот это самое сложное значит и две группы изоморфны друг друга это обозначается вот так то есть они приблизительно равны приблизительно в том смысле что ну они вообще-то говоря разные ну по смыслу здесь мы про прямоугольники здесь мы про числа но с точки зрения смысла смысловой нагрузки то есть с точки зрения теории групп мы же абстрагируемся от конкретных вещей а для чего нам это нужно зачем нам нужны изоморфизмы-то между группами а изоморфизмы между группами нужны только для одной простой вещи как нам рассчитывать вот это нам же что приходится делать нам нужно эти отражения у себя в голове ну каким-то образом проделать либо на бумаге как-то рассчитывать а ладно если это отражение а вот мы сейчас будем группу треугольника изучать и там надо делать еще повороты и отражения и комбинации поворотов и отражений и вопрос а нет ли способа заменить и это ладно здесь а вдруг у вас группа какая-нибудь странная и вы даже не знаете как это представить здесь все просто здесь на плоскости ну можно еще там в трехмерии представить а если у вас бесконечно мирная система там уже как бы наше представление работает плохо и там нужно что-то придумать но если вы вдруг установили изоморфизм с группой в которой вы умеете что-то посчитать можете что-то посчитать то тогда у вас получится так вы считаете в одной группе а результаты получаете для другой соответственно если вы изучили группу изоморф изоморфную данные которая вам нужна вы знаете все свойства все действия и результаты соответственно вместо того чтобы рассчитывать вот это либо вот это мы можем просто перемножать числа вот у нас соответствующие клеточки эквивалент ну вот это эквивалентно вот этой вот это вот это и тогда аккуратно распоста ну вот теперь давайте попытаемся понять одну вещь есть группа очень важная эта группа матриц группа квадратных матриц оказывается квадратные матрицы по операции матрицы на умножение могут образовывать группу главное они должны быть не вырождены то есть их определитель не должен равняться нулю потому что иначе обратного элемента существовать не будет обратный элемент в такой группе понятно будет просто обратная матрица как бы нам от слова изоморфизм на самом деле нужно только одно понимать что таблички должны совпадать на самом-то деле поэтому давайте рассмотрим группу треугольник дело вращение треугольника потом еще давайте еще один изоморфизм увидим я специально буду приводить примеры из разных областей одно из скажем из теории чисел другое например из геометрии для того чтобы было видно что объекты то разные структуры у этих объектов математически одинаковые например рассмотрим треугольник и вот кстати первый вопрос треугольник это три точки или это еще надо вот так соединить это первый вопрос ну и математик ответить это изоморфные понять ну потому что если вы знаете как с вершинами работать и они образуют очень такой форму равнобедренный треугольник то это будет то же самое что если вы соедините эти вершины этими отрезками и так далее а мы рассмотрим равнобедренный треугольник так мы будем вращать давайте вращать будем в том направлении которое принято против часовой стрелки положительно хотя это не принципиально вращать будем относительно вот этой оси перпендикулярной плоскости треугольника ну и для простоты я обозначу вершины для того чтобы было понятно какая куда переходит соответственно какие повороты мы можем сделать ну во первых мы можем повернуть на 120 градусов поворот на 120 градусов это есть c3 далее мы можем повернуть на 240 до раз это два раза по 120 значит это есть c3 на c3 ну либо это еще можно обозначить как c3 дважды как в теории операторов мы потом поймем что на самом деле каждому элементу группы можно сопоставить оператор этому чуть позже поймем пока просто будем понимать что двукратное применение операции к себе можно обозначать как степень но это не степень естественно а просто такое краткое обозначение поэтому c3 дважды это поворот на 240 и c3 трижды но это просто нейтральный элемент и все и больше ничего нет больше никаких преобразований поворота 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 мы сделать не можем все остальное выражается через вот это значит когда вот у нас таблица произвели давайте здесь е по мере усложнение будет c3 c3 дважды а здесь е это правило такое так как в общем случае у нас не коммутативное произведение то мы умножаем как но это вопрос как в каком порядке вот если у нас есть же 1 точнее давайте так же 1 напишу а здесь же 2 то есть мы сначала применяем вот эту операцию не операцию а давайте вот этот элемент а потом вот этот элемент то тут порядок как в теории операторов справа налево вот этот вот эта строка она соответствует вот этому вот этому элементу вот это соответствует же 1 а вот этот столбец будет соответствовать же 2 вот важен порядок произведения то есть если мы хотим там сначала на c3 а потом c3 в дважды то мы должны взять c3 2 12 мы должны вот это умножить на это и получить вот этот элемент то есть сначала действует вот этот элемент потом действует вот этими на этот треугольник но если подействует c3 пойти активное понятно ничего не должно измениться по определению е здесь будет c 3 их будет 32 дважды по определению нейтрального элемента. Здесь будет c3, здесь будет c3 дважды. Ну вот, большая часть таблицы заполнилась. Теперь останьте второй дважды. Значит, c3 и c3. Значит, повернули один раз на c3 и второй раз на c3. Мы получили c3 дважды. Далее, повернули на c3 дважды, а потом повернули на c3. Мы получим нейтральный элемент. То есть, тождественное преобразование. Ну и, соответственно, здесь то же самое. Тождественное преобразование. А теперь c3 дважды на c3 дважды. Мы повернули два раза на c20 и еще два раза на c20. То есть, мы получим c3. Поворот на c20. Правильно? Ну, у нас будет c3 дважды, c так, три дважды. Если вы распишите, будет c3, 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 c3. Это c3 трижды, а это есть e. Это есть e, c3 на e, это e c3. То есть, можно и математически получить, и можно получить геометрически. Вот она. Обрати внимание, коммутативное произведение. То есть, повороты вокруг одной оси можно производить в любом порядке. и результат от этого не изменится. Ну, вот. Эта группа называется c3. Ну, по названию вот этого элемента симметрии. другая группа из совсем другой оперы. Казалось бы, по крайней мере. Рассмотрим. Ну, я не знаю. Известна такая операция, это как деление по модулю. То есть, я не знаю. x mod 3 равно y. Это известно? Остаток отделения на 3. y это есть остаток деления x на число 3. Вот, давайте рассмотрим группу таких чисел. Соответственно, остатки деления на 3 бывают только какие? 0, 1 и 2. Остатки отделения. Например, на 3. Можно на n на какой-то. Но давайте. Нам надо на 3, потому что нам надо 3 элемента здесь и 3 элемента здесь. 0, 1 и 2. Это все остатки деления на 3, которые можно получить. От любых, ну, деления целых чисел на вот эту вещь. Ну, и, соответственно, давайте запишем. Группу мы будем какую операцию возьмем? Ну, нам нужно такую операцию, которая была потом. Ну, например, здесь можно выбрать либо умножить, либо сложение. Вот, оказывается, для того, чтобы мы получили изоморфную группу, мы выберем сложение. Может быть, можно и умножение проверить, но... Значит, 0, 1, 2 пишу. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ну, и тут обычные сложения, но только по модулю. Сложить-то я должен по модулю. Поэтому 0 плюс 0, 0. 0 плюс 1, 1. 0 плюс 2, 2. 0 плюс 1, 1. 2 плюс 0, 2. 1 плюс 2, 2. И теперь 1 плюс 1, 2. 1 плюс 2, 3. По модулю 0. Правильно? Дальше. 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 1 плюс 2. Тут тоже будет 0. А здесь, соответственно, будет 1. 2 плюс 2, 4. Остаток отделения 4 на 3. Это 1. Соответственно, если мы будем складывать по модулю 3, то, соответственно, мы получим вот такую таблицу сложения. Если мы сравним, если мы 0 обозначим за нейтральный элемент, то мы получим, увидим, что вот здесь стоит c3, здесь стоит c3, здесь стоит c3, здесь стоит 1, здесь стоит 1, здесь стоит 1 и так далее. Это две изоморфных группы. Эта группа называется z3. Ну, z это потому что она связана с целыми числами, а 3, ну, потому что деление мы модуль брали 3. По модулю 3 делили. Вот такая группа называется c3. И, соответственно, мы можем делать не вот эти преобразования, а если мы поставили взаимооднозначное соответствие, то мы можем, то есть e соответствует 0, c3 соответствует 1, c3 в квадрате соответствует 2. Ну, и, соответственно, тогда мы можем заменить действие вот в этой системе на действие, вот используя эту таблицу. Отлично. А теперь самое сложное. Теперь надо рассмотреть, мы рассмотрим треугольник равносторонний, но уже рассмотрим его в симметрии, не только связанную с поворотами, но еще и с отражениями. Поэтому специально мне нужна та доска. У меня, конечно, уже все посчитано, но, тем не менее, попытаемся вращать. Значит, что еще? Еще добавим. Давайте, я даже не знаю, где написать. Вот здесь. Вот рассмотрим треугольник равносторонний. Вот у нас будет поворот. Поворачивать будем против часовой стрелки. И будут три плоскости отражения. Они, конечно, проходят через этот центр. Ну, давайте мы как-нибудь обозначим. Один, например, два. Так. Плохо? Один, два, три. Ну, я по направлению положительного, который выбрал, называю. Тогда вот так я могу провести. Ну, они, конечно, должны пересечься в одной точке. И тогда назовем вот это преобразование симметрии, то есть отражение относительно вот этой плоскости, мы его назовем. Здесь 2, 2. Здесь σ1, а здесь σ3. Это будет отражение относительно вот этих вот плоскостей. Это плоскость, такая плоскость, и вот такая плоскость. Соответственно, вот давайте мы посмотрим, какие у нас элементы симметрии. Ну, во-первых, никуда не делись сс3 и сс3 дважды. Поворачивать мы можем совершенно спокойно. Поэтому давайте я запишу. Вот у нас будет какие элементы. Е. Е – это сс3 трижды. Но не только. Сейчас мы увидим, что это не только оно. значит, сс3, сс3 дважды, а еще будут три отражения. σ1, σ2, σ3. И сейчас мы поймем, что вот этих элементов достаточно. Они будут образовывать группу. Ну, и повторить мы должны, конечно, теперь все это. сс3, сс3 дважды, сс3 дважды. Сс3 дважды. Так. Здесь, соответственно, сс1, сс2, сс3. очевидно, что так как повороты не связаны с отражениями, никаким образом, мы можем повернуть, но при этом ничего не отражать. То вот эта часть таблицы, она должна быть такой же, как и вот эта таблица. Поэтому я просто перепишу результаты. так, сс3, сс3 дважды, сс3 на сс3, сс3 дважды, сс3 на сс3, здесь сс3, здесь сс3, здесь сс3. Вот, переписал. Так. И теперь заполню остальные элементы, которых у нас еще не было. Ну, во-первых, наверное, легко заполнить вот эти элементы, потому что они просто по определению заполняются. Если будет сс1, сс2, сс3. Между прочим, сам Келли, когда предлагал эти таблицы, он вообще предлагал не писать вот эти вот вещи. Почему? Ну, потому что, когда мы так пишем, мы каждый раз вот эта вещь повторяет вот это, а вот эта вещь повторяет вот это, он говорил, что давайте мы вот это уберем, и это и будут как бы столбцы. мне так не очень удобно, поэтому я буду выписывать полностью всю таблицу. Тем более, принято стандарт все-таки вот такой, когда мы указываем все эти элементы. Так. Ну и давайте здесь у нас сигма 1, сигма 2, сигма 3. Ну, а дальше нужно думать. Ну, начнем например с того же. Давайте сделаем сначала вот это, вот это слабо запомнить. То есть сначала мы поворачиваем на 120 градусов, а потом делаем отражение сигма 1. Значит, смотрите, если я поверну треугольник на 120 градусов вот в эту сторону, то вершина 1 станет вершина 3, здесь станет 1, здесь станет 2. Так. А потом я сделаю сигма 1 преобразование. Это вот вдоль вот такой. Я 1 и 2 поменяю местами. И соответственно у меня получится треугольник, ну я не буду, я имею ввиду, что вот последовательность действия. Я сначала применил поворот, потому что вот сначала применяю потом применяю отражение. Применил поворот, отражение, получил вот такую вещь. Теперь надо сообразить, а по отношению к предыдущему треугольнику, где 1, 2, 3. Это что есть? Ну, сюда, потому что 2 совпадает, вот здесь 2 и здесь 2, то это отражение относительно вот такой оси. Правильно? Соответственно, отражение относительно какое? Вот это, а это сигма 2. Значит, вот это должно быть сигма 2. Еще надо какой-нибудь элемент, давайте, скажите, какой элемент показать, я могу проинтерпретировать. Или понятно? То есть, я могу заполнить из того, что есть. Просто процесс достаточно длительный. Из-за того, что нет изоморфизма, никакого, мне приходится вычислять. Но изоморфизм на самом деле есть. Сейчас мы, я сейчас об этом скажу. Здесь должна получиться сигма 3. Здесь сигма 3. Здесь сигма 1. Здесь, да, тут надо обратить внимание на порядок этих элементов. Потому что главное не перепутать, что вы на что перемножаете. Перемножаете вы сигма 1 на сигма 3, а результат нужно применять сначала вот этот, а потом вот этот. В операторном порядке. Так, теперь здесь. Вот я тут когда считал, я тут все знаки перепутал, у меня не получилось красивой таблицы. А потом я понял, что я перепутал, потому что должна получиться красивая таблица. И вопрос, что значит красивая, да? Ну вот, такая сигма 2. Сейчас должна красивая. Во-первых, посмотрите. Вот этот блок 9 клеток и вот этот блок 9. 9 клеток. Они совпадают. Да? Нет. Я специально, я подвел вот этот ответ, который хотел. Это такой прием. Надо, это так студенту сначала говоришь, да, он соглашается, а потом бац, оказывается неправильно. Нет, конечно, 2, 3, 1, здесь 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, здесь 3, 1, 2, здесь 2, 3, 1. Только верх не совпадает. Так, хорошо. здесь E, здесь C3, и вот эта группа значительно интереснее, чем предыдущие. Сейчас поймем, почему. C3 дважды E, C3, так, C3, C3 дважды E. Так, чем она интересна? Она интересна тем, что, во-первых, в ней есть блоки. Смотрите, во-первых, ну, это мы уже говорили, что вот подгруппа есть. Но она есть всегда, это неинтересная вещь. Но в ней есть вот эта подгруппа. Смотрите, вот она, вот она, C3. Полная копия. Потому что это преобразование, связанное с поворотами, а мы их отдельно уже рассматривали, только повороты. Что мы добавили? Мы добавили еще отражение. Теперь смотрите, какой интересный момент. Если вы делаете только повороты, вверх, это подгруппа, а мы уже говорили, она коммутативна. Это значит, что вокруг одной оси вы можете повороты складывать в любом порядке, когда вы работаете. Это первое. Теперь посмотрите сюда. Из поворотов вы получаете только повороты. Ну, или эквивалентные преобразования. Ну, E. Эквивалентные преобразования. Когда вы перемножаете только, давайте вот так, только отражения, вот это, 9 клеток, вот 9 клеток, вот эти 9 клеток, вы получаете только отражения, только повороты или эквивалентные преобразования. То есть, два отражения, это всегда поворот. Потому что вектор, если он был, какой-нибудь там, аксиальный, например, этот поворот описывается аксиальным вектором, аксиальный вектор, вы два раза сделали преобразование его, и знак стал тем же. То есть, он преобразовался в аксиальный вектор. Все хорошо. Так и должно быть. То есть, два отражения, это всегда поворот. А вот комбинация поворота и отражения всегда дает отражение. Вот такая интересная уже вещь видна здесь. Ну, тут то же самое, в другом порядке, если делать. Будет то же самое. Но эта группа анти кому-то, давай так, она не является абелевой, то есть, у нее коммутируют не все элементы друг с другом. Вот здесь это абелева группа. здесь c3 там на c3 дважды e c3 c3 дважды на c3 e здесь нет. Давайте, мы тут какой-то пример выписан. c3 так, сигма 1 c3 сигма 1 c3 то есть, сначала делаем c3, потом сигма 1 c3 так, c3 сигма 1 получается сигма 2 а теперь делаем наоборот. c3 сигма 1 то есть, сначала отражение, потом поворот. Так, c3 сигма 1 сигма 3 вот, как минимум, уже мы нашли, что комбинация поворота и отражения не обязана коммутировать. И получаются разные результаты. То есть, обратите внимание, эта группа не Абелева, то есть, не все тут коммутирует, что-то коммутирует, что-то нет. Но вот эта подгруппа, она Абелева. А есть ли тут еще какие-то подгруппы? На самом деле, есть. Если мы рассмотрим единичный, нейтральный элемент и любое из этих отражений, но мы получим, ну, я уже стер, у нас была группа, где был только нейтральный элемент и одно из отражений. то есть, скажем, сигма 1 и Е. Ну, сигма 1 и Е. То есть, вот клетка, то есть, вот это плюс вот это плюс вот это. Эти две, эти две и вот этот квадратик. Они образуют еще одну подгруппу. И так далее. То есть, тут можно найти подгруппы. И так будет для каждого отражения. Еще много подгрупп можно найти. Но самое главное, вот что. Давайте мы посмотрим, вот что произойдет с этой группой, если мы испортим симметрию этого треугольника. То есть, мы попытаемся ухудшить. То есть, был треугольник, например, треугольником, что может нравиться в физике? Ну, например, система из трех одинаковых зарядов. Равносторонний, равносторонний треугольник. Вот его симметрия относительно поворотов и отражений будет описываться этой группой. Кстати, эта группа называется D3. И называется она диэдральная. Это группа многоугольников. Три, это потому что треугольник. Три точки. Был бы пятиугольник, было бы D5. Для пятиугольника тоже подобное. Ну, понятно, что у пятиугольника будет больше этих преобразований, которые можно сделать. Потому что там будет C5, C5 дважды, C5 трижды, C5 четырежды, Сигма один, Сигма два, Сигма три, Сигма четыре, Сигма пять. Ну, и нейтральный элемент. Там побольше будет табличка, но понятно, как ее составлять. Ее можно на компьютере составить без всякого труда. Диэдральная. Группа или группа многоугольников. Чего ты тут хотел сказать? Да, если мы испортим. Значит, вот у нас был треугольник. И давайте мы испортим его способность отражаться. Это сделать проще всего. У нас отражения вот так идут. Вот так и вот так. Давайте мы вот так вот его закрасим. Так, я сейчас неправильно пошел. Через один надо закрасить. Вот так надо закрасить. А, нет, все правильно. Вот так закрасим. Теперь отражение невозможно. При отражении он сам в себя не переходит. А повороты возможны. Соответственно, что получится? У нас пропадет вот это. У нас была, раньше был треугольник вот с такой. А после того, как мы его покрасили, группа преобразуется вот в такой. То есть, посмотрите, мы испортили симметрию и количество. Что описывает группа? Группа всегда описывает симметрии системы, какие-либо. Например, геометрические. Соответственно, мы уровень симметрии, не знаю, уровень симметрии, не знаю, количество симметрии. Хорошо, давайте так. Количество симметрии понизили, уменьшили, то есть степень симметричности системы уменьшили, и все, и группа схлопнулась до подгруппы. Посмотрите, пожалуйста. была группа D3, C3 является подгруппой, так, мы как это договаривались, так, да? C3 является подгруппой, вот так мы договаривались, да? Так, нет. Обратно. Вот так, да. C3 является подгруппой D3. Соответственно, когда мы, это когда симметричная система. Если мы симметрию нарушили, мы всегда должны перейти к подгруппе. Это цель, групповодность, ничего другого вы уже не получите, того, что вы не исследовали. Если вы исследовали более общую систему, более симметричную, то когда вы нарушите симметрию, вы уже все будете про эту, ну, с точки зрения симметрии знать. И, следовательно, вы сможете проводить, ну, там, скажем, классификацию, ну, не знаю, там, собственных функций, даже собственных чисел и так далее. Смотреть, есть ли кратность вырождения какая-то и так далее. Мы об этом поговорим, только на других занятиях. Что я тут еще хотел сказать? Да. Чему же она изоморфана? Как вычисление это делать здесь? Надо какую-то изоморфную группу. Так вот, оказывается, когда я говорил, что есть группа матриц, оказывается, что большинство групп в математике, ну, давайте, не большинство, а некоторые группы в математике, и все группы, которые используются в физике, они являются матричными группами. В том смысле, что всегда можно найти изоморфизм с группой матриц какого-то размера. Ну, группа матриц, группа квадратных матриц обозначается вот так. Ну, это линейная, понятно. Это общее, general. А тут n. Там n на n. Группа матриц n на n не вырожденных обязательно. Для того, чтобы была обратная матрица существовала. Потому что нам нужно существование обратного элемента. Ну, и давайте. Наверное, нас на других занятиях будет поинтересно. Основы, они всегда самые неинтересные, но они необходимы. Значит, мы найдем аж две изоморфных группы. То есть вопрос такой. Смотрите, можно матрицами 2 на 2 заменить. Ну, это я уже перепишу. Вот. И это я буду писать эквивалентно. То есть, как бы, понятно, что это не одно и то же. Значит, нейтральным элементам вот из той группы будет соответствовать вот такая матрица. Ну, единичная просто. Дальше. С3 эквивалентно 1, 2. А здесь минус 1. Минус корень из 3. Корень из 3. Минус 1. Так, это я не тут писал, да? Не тут, прошу прощения. Минус 1, минус 1. Вот здесь минус. Так. С3 дважды. Да, спасибо. Я просто надеюсь на то, что никто не будет это применять. Вот, я шучу. Мы просто потом, на самом деле, напишем. Мы когда берем группу MLE, у нас будет бесконечно мерный случай группы. Это берет в оператор. И тогда там просто будет готовая форма, как посчитать эти. элементы. Да. А пока просто, на самом деле, я это привожу, просто тот сам факт, что так можно сделать. Ну и на компьютере это можно тоже проверить. Ну понятно, что тут просто одна вторая, минус 1, 2. Понятно, это починусы, синусы, на самом деле, углов поворота. Понятно, что все связано с матрицей, на самом деле, матрицей поворота. Так, С3 дважды. Так, сигма 1. Сигма 1 у нас эквивалентный. Минус 1, 0, 0, 1. Сигма 2, эквивалентно 1, 2, 1, корень из 3, корень из 3, минус 1. И сигма 3 у нас эквивалентно 1, 2, 1, минус корень из 3, минус корень из 3, минус 1. Это изоморфизм вот с матрицами, с группой матриц 2 на 2. Более того, здесь у них определители, наверное, даже какие-то, нет, не единичные. Ну, какие-то. Да, просто изоморфизм с матрицами 2 на 2. В данном случае просто матрицы поворота двухмерных. Матрицы двумерных поворотов, либо, вот как здесь отражений. Здесь отражений. Ну, до них можно догадаться. Совершенно спокойно. Ну, можно, нетрудно до них догадаться, но надо потратить некоторое время на это. Хорошо. Ну, надо догадаться, что сигма 2 – это комбинация каких-то… Из отражений его составить, из матрицы для… Из матрицы для поворота это можно сделать. Ну, и, соответственно, когда вы это сделаете, поменяв знаки некоторые, вы поймете, что можно добиться и отражения. Так, ну, это ладно. Но ту же самую группу, кто же касается, можно и систему других матриц 3 на 3 сопоставить. Они уже более простые. Я это могу стереть. Это мне уже… Ну, ладно. Я все-таки хочу там немножко пока еще оставить ту штуку. Мы можем, еще раз говорю, вот этим операциям сопоставить матрицы и делать действия с ними. То есть мы матрицы, как команду и сделать операцию над вектором или просто как таблицу чисел? И просто как таблицу чисел? И как операцию сделать команду? И так, и так можно. И то, и то будет правильно. Если вы над вектором будете делать, вы будете преобразовывать вектор. А если вы просто будете применять, то вы получите результат один из этих. То есть если вы просто матрицы друг к другу применяете, вы получаете воздействие, ну, например, C3 сначала, а потом Сигма 2, тогда вы получите матрицу, соответствующую Сигма 3 и так далее. Понятно, да? То есть и для того можно сделать, и к вектору можно применять. Ну, понятно, что если у вас были матрицы 2 на 2, вам нужен вектор, там типа 1,0, ну, двухмерный. А если вот сейчас будет 3 на 3, вам нужен трехмерный вектор. Ну, я напишу, опять же, для общего развития, чтобы мы видели, что такая ситуация реализуема. С3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Но потом мы поймем, что на самом деле мы, в принципе, можем без этого обойтись и понять, как такие матрицы составить уже для любых систем, в том числе и для пятиугольников, и там для чего угодно. Для 107 угольников. так, это C3 дважды. Так, сигма 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, и сигма 3, вот такая, 0. Да, матричное умножение. Матричное умножение, да. так сигма о пропустил вот отлично но она такая 0 0 1 0 1 0 1 0 нет вот я говорю о том что вот этим элементом можно сопоставить вот такие матрицы и если вы делаете действие если мы вот вместо есть пишем эти матрицы здесь напишем эти матрицы перемножим помощью матричного произведения и получим тот же самый результат сейчас сейчас нет нет об этом я расскажу это как раз то что поведет нас дальше то есть суть в чем что мы догадались что некоторым по крайней мере некоторым вот это просто конкретные примеры приведены некоторым группам можно сопоставить просто числа это сегодня уже показывал некоторым группам можно сопоставить матрицы почему а почему не числа почему не всегда числа по одной причине операция произведения не всегда коммутативно числа все произведения числа всегда коммутативно сложение чисел коммутативно поэтому числа не всегда подходит а вот матрицы они не всегда коммутирует произведение соответственно мы можем получить применяя именно матрицы можем получить практически любой любую группу матричную вот те группы которые можно вот таким образом представить в виде матриц называются матричными группами а группы которые можно представить при помощи других операторов не матриц каких-то других операторов называется оператор это тоже пера частный случай операторный групп любая матрица является оператор вопрос только воспринимаем его как оператор или воспринимать просто матрицу вот соответственно вот эта вещь то что мы можем каждой ну группе дать каждой группе ну а трансляцию не любой поэтому есть точечные преобразования а есть преобразование ну точечные преобразования такие преобразования которые хотя бы одну точку оставляют неподвижной не на вращение а есть трансляции они все точки раздвигают на какое-то расстояние у нас там по времени а я кажется успеваю еще одну важную и самую главную красивую вещь рассказать вот это называется теория представлений то есть когда мы берем какую-то группу и находим изоморфизм с матрицами какими-то для того чтобы потом можно было делать вычисления иначе как вы будете делать вычисления если у вас не поймите какие объекты и вот если вы доказали что ваши группы изоморф все дальше все вычисления вы делаете используя аппарат теории матриц да покажешь таблица для матриц будет такая же как для для ваших матриц которые вы подобрали будет такая же как таблица для тех да да а для некоторых групп которые мы сейчас будем рассматривать мы сейчас поймем как составлять такие матрицы и вот суть в чем я думаю что вот диэдральная группа она группа многоугольника dn для треугольника д3 для пятиугольника d5 соответственно треугольник вот он правильный да все 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 многоугольники правильные там пятиугольник какой-нибудь вот чем больше n тем больше этот многоугольник напоминает окружность и соответственно если мы рассмотрим это будет окружность это будет окружность при этом такие группы рассматривают такие группы рассматривают естественно и вот такие группы но квадрата до 4 квадрат мы бы даже более общего для прямоугольника но он не д потому что неправильно у него стороны разные поэтому у него по-другому у него по-моему с большое обозначается s2 то есть это группа некоторых отражений группа отражений так что-то я хотел сказать так матрица оператор что имел это да то что матрица можно рассматривать как оператор суть в чем что это превращается в окружность и когда мы рассматриваем d бесконечность нам уже неудобно нумеровать элементы симметрии номерами нам придется перейти какой-то параметризации и в данном случае ну вот вот эти вот элементы нумеровать так то мы 0 там 1 2 3 4 5 а когда мы перейдем к окружности у нас будет бесконечное число точек более того и будет несчетно много и соответственно использовать целые числа лет номерации невозможно не просто неудобно они возможно нам нужно как-то параметризовать ну параметризация естественная для геометрии углом относительно какого-то и тогда мы можем задавать это преобразование как поворот на некоторый угол если раньше мы могли сказать что вот у нас есть перестановка у нас был 1 2 3 4 5 а мы переставили какой-то другой а теперь мы задаем при помощи вот такой параметризации элементом давайте так у окружности естественно мы отражение не рассматриваем у него нет вершин для которых рассматривать отражение поэтому для окружности понятно нам более интересного такая группа c бесконечности но как вы понимаете окружность в физике имеет очень большое значение в отличие от какого-нибудь там пятиугольника пятиугольники физики почти не встречаются окружности это везде это колебания это волны это почти все что угодно все что связано с синусами косинусами экспонентами комплексными так далее поэтому давайте рассмотрим вот такие группы непрерывных преобразований когда у нас преобразование мы можем делать на бесконечно малое что-то например поворот на бесконечно малый угол называется группами ли в честь математика со вкус али который предложил эффективный способ рассмотрения таких групп например ну я написал c бесконечность но на самом деле понятное дело что никто c бесконечности не обозначает ввели специальное название группы поворотов какой-нибудь но пока я его писать не буду пока я просто говорю значит элементом такой группы поворотов будет что ну понятно это всем известно а мы смотрится поворота на какой-то угол оператор давайте или матрицу или оператор как хотите рассматривать это оператор поворота на угол фи вот теперь я не буду использоваться я буду использовать r как более классический вот когда алгебры ли рассматривают обои алгебры про обращение группы ли рассматривают возникают обычно обозначают уже не c а r и поворот на угол нет нет но все группы проклассифицировать все конечные группы проклассифицировать в которых конечное количество элементов нет доказано как не классифицировать их так понятно что бесконечно много добавляйте было 6 7 8 9 и так далее но их проклассифицировали то есть сказали вот как их называть во первых как их обозначать строгое дали математике и сказали что другого не надо для конечного самогласа не доказали что другого не будет их классификация конечно но это длилось много много лет многими-многими математиками сколько угодно конечные группы до конечные да а вот группы ли нет ну группы ли они группы ли так называют и потому что вы с этим хорошо знакомы потому что это просто оператор поворота ну или в команду механики оператор поворотов к обычной классической механики или там в геометрии матрица поворота называть как хотите по сути это одно и то что делает нет вокруг 1 си вокруг 1 си такая если у вас есть поворот вокруг одной оси вы возьмете вокруг поворота вокруг одной оси второй третий скомбинируете и получите необходимый поворот углы эйлера там и так далее главное садим разобраться а дальше все просто давайте рассмотрим поворот на угол 0 значит поворот на угол 0 должен давать что тождественное прибор мы ничего не сделали соответственно это тождественное прибор это назовем это единичной матрицы она будет соответствовать нашему элементу е который ничего не делает на нашей системы и теперь рассмотрим тождественное преобразование ну по крайней мере это тождественное сам себя перешел полностью полный поворот угол нет она это параметры что параметры это же угол еще раз это просто параметры раньше мы говорили числа но 1 2 3 мы нумеровали вершина это просто способ нумеровать бесконечное число вершин угол увеличился а система при этом не изменилась в этом то и симметрия в этом не симметрия что вы сделали поворот на 2 пи ничего не изменилось но нас интересует именно на 0 а далее рассмотрим на бесконечно малый угол дфи нетрудно догадаться что оператор должен чуть-чуть отличаться в каком смысле чуть-чуть но это значит что его можно выразить как вот это значение плюс дфи на некоторый оператор l тогда вот этот оператор тогда вот это будет являться малым оператором это называется оператором инфинитоземальных преобразований то есть бесконечно малых нет не трудно догадаться тем кто занимался ну хоть когда-нибудь с поворотами там вообще матрицами ну это же по сути почти по напоминает разложение в ряд тейлора это если бы здесь не было в этих вот штучек и вы бы сказали что это функция просто вот 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 это как раз мы сейчас проделал некоторые выводы вы убедитесь что мы получим эквивалент оператору эволюции сейчас заделаем и увидим что что почему нет смотри еще раз нет давать давайте так вы согласны с тем что оператор на бесконечно малый угол можно представить как и плюс дефи а здесь какая-то матрица которую мы не знаем но какая то вот так можно сказать хорошо нет можно было бы дефи в квадрате это будет другая матрица а нам нужна линейная чтобы было превращение почему не дефи в квадрате сделать и дефи в квадрате только тогда ваша матрица нам не понадобится в нашей теории вас бы другая матрица тогда не стоит знаете какая будет матрица будет матрица l деленное на дефи ну так получается а когда вы раскладываете в ряд это мистика то что там получаются линейные члены дифференциал берете функции как как доказывается линейность это очевидно что функция представляется видит суммы ряд это математики но как доказывается ли не способов да но так как мы бесконечно малое берем то удерживать слагаемом в сумме нет считать так мы разложили в ряд там бесконечно слагаемых в одном будет дефи другом будет дефи квадрат потому дефи куб дефи в 4 и так далее но если у вас слагаемом есть сумму элемент суммы элемент суммы ну или слагаем и плагаем и содержащие дефи бесконечно малую более для матриц тоже есть разложение в ряд тейлор более того для этому вы можете всякие там матричные экспоненты вы там же не настоящие экспоненты по аналогии нет функции от матрицы да но вы же не доказали но вы же не доказали у вас нет такого понятия мат анализа функции от матрицы а ну вот и все хорошо пускай это будет определением чего оператора который совершает бесконечно мало приводит инфинитозимального оператора так нет мы будем определять оператор l все правильно но я еще раз вам говорю смотрите вы можете представить что любой давайте произвольный оператор а любой произвольный оператор а это есть оператор b плюс оператор c это не нужно доказать что можно найти два оператора тоже в которой мы получим сложно иногда бывает для некоторых для производные можем там еще или чего но придумать наверное можно по крайней мере для матричных операторов точно можно придать согласитесь если это это и эта матрицы придумать можно ну а тогда пусть у вас это будет единичная матрица какая разница а это что-то пропорциональное дефи просто мы по определению что-то пропорциональное дефи но тогда это будет что-то на l не зависит от дефи нет тут суть какая это же не я придумал правильно а это я к тому что это же подход фанта механики используются постоянно да когда вы рассматриваете выводить оператор импульса оператор момента оператор там не не знаю эволюции ну во время уравнение для него да я же под нет это вы так делаете квантовой механики так делают производных но от состояния уровень и шрёдингера вот записывается пожалуйста там dc на dt ну здесь он что там и состояние это вектор состояния вектор состояния да да напрямую из них составляем ну грубо говоря скалярные произведения из них вектор мы называем вектором состояния не подождите подождите это вы мне как-то интересно перее и начали я такого не мог сказать не да я так не мог сказать нет а в есть состояние вот квантово механическое состояние какое-то все когда вы считаете скалярное произведение каким-то элементом базиса вы получаете действительно вот там ну если это будет разложение именно этого вектора вот по этому базису именно этого вектора состоянии нет вот так это одно и то же просто вопрос таков вы это что вы называете эта проблема полноты базиса то есть а вы уверены что вот то что вы вот тех набрали состояние вот этих амплитуд что это они образуют ну это разложение по базису в этот базис полный уверен вот чем проблема какая-то нет 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 вот вы придумали базис вы придумали базис и вы уверены что он пол да но никто не сказал что полный базис будет нет не порождающий а тот который вы выбрали который вы выбрали вы можете выбрать любой базис это просто немножко про другое у меня перри начали поэтому тут до перри начали про это это отдельно да ну вот нет это у вас прояснение это собственно это это собственное прояснение это не мое да хорошо rd фи вот если мы все-таки поймем что но не поймем по крайней мере поверим что так можно разложить где l это какой-то вектор но не зависящий от фи не зависящий даже от дефи а не только вот они вектор оператор соответственно вот так можем написать ну а далее рассмотрим оператор на фи плюс дефи поворот ну и получится у вас что здесь оператор поворота на дефи на оператор поворота на фи сначала поворачиваемся на фи потом на дефи ну если в таком порядке мы записали да это 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 сейчас будет неважно это сейчас увидим но если чисто формально по моей записи то я должен записать вот так в таком порядке я сначала поворачиваю на угол фи потом на dφ так и соответственно что я получаю вот это я подставлю и получу единичный оператор плюс dφ на l и на r ну раскроем скобки раскроем скобки нет это обычный поворот это поворот окружен окружности но вы же видите мы занимаемся теми же вещами что и в квантовой механике а потому что в квантовой механике вы пользуетесь группой некоторых она обладает группой симметрии потом мы поймем почему так получается вот эта группа ли она как раз в квантовой механике содержится в некоторой форме именно поэтому там почти все преобразования операторов выводы операторов они вот примерно таким образом строятся а далее вы rφ но я-то хочу тут идея другая для чего это делается в квантовой механике понятно для чего а здесь пока непонятно для чего я это делаю и вот это я стираю а далее я перенесу это сюда и поделю на дуфи и получу да да абсолютно верно так что я все время хочу векторы написать так и здесь у нас останется d так о абсолютно верно такое а кстати насчет вот того что я сейчас делаю то что я сейчас делаю возможно только по одной как минимум простой причине вот эта вещь это один из разделов один из разделов теории решений обыкновенных дифференциальных уравнений и соответственно если работает это то работает и вот это ну это же напрямую вот такое дифференциальное уравнение оно имеет действительно решение матричное и rφ отсюда можно получить rf отсюда кстати получается вот так rf это есть соответственно е степени давайте так фи что у нас тут фи да фи л фи л важно в этом порядке из ничего что это из ничего из симметрии потому что это свойство дифференциала то что он дает линейную только часть дифференциал дает линейную только оставляет только линейную часть разложения линейная функция ничем не лучше просто это требование по дифференциалу дифференциал называется линейная часть разложения ну понимаете если вы вычтите из вот этого вот эту rf вы получите дифференциал от rf дифференциал от rf будет равен вот этому df на l ну согласно тому уровню так я просто хотел сказать да что такое l теории групп теории групп l называется генератором группы ли генератор группы ли это называется вот эта матрица и что она позволяет делать смотрите а очень просто мы знаем что r смотрите он не зависит от фи значит мы можем вот это выражение немножко упростить записав его только для какого-то конкретного угла а у нас есть хороший угол 0 и поэтому генератор в теории групп определяется как производная вот этого по фи при фи стремящемся к нулю ну или равном 0 если хотите в большинстве случаев и прокате даже равное но так на самом деле надо будет предел написать и вот этот называется генератором группы ли вот такая матрица ну а теперь чем похожесть да да это мы поговорим это коррелированы скорее они не случайно они скоррелированы да потому что группы ли сидят в той алгебре клиффорда там из-за того что мне группы ли там работа там можно квантовую механику описывать кванта механика 1 одной из групп ли симметрии в квантовой механике одной группе именно поэтому там почти всегда возникает такие вещи а теперь смотрите где-то получается ну вот ваша оператор эволюции на дельта т он действует ну давайте на функцию хотите на состояние такое состояние с временем т тогда у вас вот отлично это определение этого оператора если вы подгадаете такой оператор который этому удовлетворяет вы нашли вид такого оператора но посмотрите давайте рассмотрим во первых этот оператор естественно при нуле он должен давать единичную матрицу ну или единичный оператор иначе не совсем понятно что вы тут делаете а если здесь dt мы рассмотрим на бесконечно малое то вы должны как раз написать вот это ненавистная вам ненавистную вам вещь но смотрите давайте так давайте так давайте так матрица вот если это матричный оператор был бы на вот если это матрица именно мат это же матрица вот матрица поворот матрица написывает систему линейных уравнений для каждого линейного уравнения вот такое матрица описывает только линейные преобразования них и другие линейная алгебра называет нельзя поэтому матрицы не все описывают а только линейные а а когда у вас там нелинейная оптика какая идет что там пишите изощряетесь и выписываете формула там квадраты добавляете третьей степени и вам неудобно потому что я про линейный алгебры не позволяет вам удобно записать ну и вам нужно ряды типа рядов тейлора или еще чего-нибудь такого да так я просто почему прошла тут сказал то смотрите тогда если вы так напишите ну и здесь еще на у конечно же от вот чего-то нет вот нуля да от нуля от чего у нас тут должно быть нет это я еще правильно все 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 не я это я все правильно так это откуда вот из-за того что у вас вот такая система уравния это же по сути что я система дифференциальных уравнений для каждого то понятно почему так получается вот для для каждого уравнения системы можем так делать для каждого r соответственно вам дали же нужно это написать систему и понять что матричной форме если этого ночи за матрицы тоже вот в такой форме можно записать вот этот ответ работаем система да по времени линейно обязательно иначе вы вы откуда вы водите из однородности по времени некоторым смысл ну вот смотрите вот я я же пользуюсь я дальше пишу что т давайте так однородность подразумевает линии дельта т плюс однородность подразумевает линейность ну-ка не так как а как иначе даже сдвиги и ничего не должно измениться вы на альфа умножили все должно сократиться эти все альфы ну проделайте все то же самое что у вас получится у вас получится у вот дт умножить нет плюс dt на а дельта т а дальше вы это все проделаете у вас получается вот это вот решение что это есть е степени дельта т дельта т дельта т на а правильно такой же уровень дельта т на а где а в квантовой механике обозначаете как минус и на аж на аж ну-ка это это нормировка это нормировка не более того гамильтониан и вот получаете его и поэтому гамильтониан называется генератором эфират эволюции оператор эволюции это генератор той группы он он не настоящий генератор с точки зрения математики потому что вы вынесли и вынесли аж но с точки зрения физики операторами называют когда генераторами называют то же самое но только и выносят то есть вот вместо l рассматривают какие-то и умножить на а да 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 именно так же да вы пользуетесь вот этими всеми вещами а на самом деле вы изучаете группу ли незаметным для себя способом потому что все в группе ли делается вот по этой схеме это общая схема и это как раз и показывает что в квантовой механике вот эта группа содержится потому что вас все получается эти величины которые получаются соответствуют эксперименту в конечном итоге по крайней мере не сами величины а результаты посчитанные поэтому вот такая схема ну и следующий раз мы уже посмотрим что с этими группами ли какие они есть они есть разные какие группы ли каким теориям физики соответствуют и что из этого можно наверное как зная группу какую-то свойства группы можно предсказать например можно ли было предсказать бозон хикса если мы угадали группу да можно оказывается если мы правильно угадываем группу то бозон хикса обязан существовать нет теория групп конечно не скажет какая у него должна быть масса там энергии это это нет теория групп говорит о том что есть такая частица или нет ну должна быть согласно группе или нет а если бозон хикса открыли это одно из подтверждений того что по крайней мере группу выбрали из верного направления может быть она более крупная по уровню симметрии но по крайней мере подгруппу мы точно угадали по крайней мере этот кусочек группы мы точно угадали а это означает что можно идти дальше и вот вы увидите что все теории они согласно классификации групп ли они устроены их название очень похоже и отличаются в основном только некоторыми числами да ну а если опять будет интересно мы можем потом установить группу анкаре и группу лоренца это те группы которые специальной теории относительности квантовой механике одни группы другие группы это одна из проблем почему их нет ли ли группы ли только они разные группы ли это группа просто непрерывных преобразований когда вы не на конечные углы делаете повороты бесконечно малые когда вот бесконечно малое время это это группа в которых есть операторы бесконечно малых преобразований любые нет это одна из групп ли которая возникает из группы много группы вращений на конечные углы там c3 c2 c5 и так далее а та группа ли это когда есть какая-то симметрия которая соответствует бесконечно малый параметр может соответствовать бесконечно малый параметр параметр да да а вот дальше тут уже и теорема нетр и все остальное вот там как раз вот этот прием используется теорема нетр там для других величин но как раз она говорит что каждой группе симметрии будет соответствовать набор каких-то сохраняющихся величин ну группе симметрии потому что у вас много в группе Лоренца там одних сохраняющихся величин группе Панкере других сохраняющихся величин и так далее и главное что теорема нетр дает способ вычисления этих сохраняющихся величин если вы знаете элементы группы что что а ну физики то конечно как еще но у вас же как как подбирались группы у вас же были написаны исторические уравнения а потом вы смотрите ага а вот вроде группа соответствует ну вот они такой ну вы думаете Галилей знал теорию группы и еще не существовало и еще не существовало а сейчас да более менее понятно что раз современные теории вот обладают ну описываются вот такими-то группами даже такие группы нет оп теория всего должна как подгруппы включать эти и понятно какие как теория групп лих сильно развита то понятно какие могут быть претенденты и согласно этим претендентам у нас например почему всякие там эти теории струн и так далее они многомерные вот потому что претенденты они получаются многомерные согласно теории групп но это если сильно верить в математику если сильно верить в то что теория групп должна давать такие предсказания физике пока теория групп физики нигде не обманывала ну потому что она занимается самыми общими вещами симметрии она не говорит конкретный результат на говорит только какие симметрии и что из этого следует немножко все а не можем дать там массу заряд она может говорить должны быть такие-то частицы обладающие такими-то свойствами например фотоны например теория групп говорит что если бы вы правильно выбрали нужную группу в квантовой электродинамике в квантовой хромодинамике должно быть 8 видов глионов одного глиона не стоит должен этих восемь видов и все вроде сейчас считается что их 8 видов поэтому и считаю что правильно описывают правильно подобрали ну в некотором смысле нет но там еще просто добавляются вот как раз когда вы группу симметрии изменили у вас появились вот эти самые недостаточно свойства казалось и вам нужно было ввести цвет вам нужно ввести цвет а там уже а какой цвет ввели вы сразу же знает раз в группу угадали вы знаете как с ним работать и получается всякие там конфайменты и так далее все поехало но это уже все из свойств теории группу тоже можно вот нет само существование такого эффекта не количественные оценки а существование или не существует такого эффекта и тут главный вопрос только один насколько мы верим что так должно быть пока вроде не было никаких отклонений нет алгебры ли это не синонимы но иногда они связаны алгебры ли это ну алгебра это как всегда у нас группа это часто случай алгебра алгебра может быть там содержать много операций вот в алгебрах ли операция это скобки ли основная операция да ну мы обычно физики на их скобками паосона кванта механики каммутатор ну называйте как хотите просто некоторая касса симметричная такая дифференциальная штука соответственно даже не обязательно дифференциально для коммутаторов вообще не дифференциально но касса симметричные некоторым смысле соответственно изучая вот что вот вы говорите в математике что будет если вот это будет основная операция вот такими-то свойствами скобки ли и что получится ну вот получаются там всякие интересные вещи в том числе которые находят применение физики так далее почему они скобки мы персону то физики на то же пуассон раньше чем ну применил эти вещи там же можно догадаться до них и без всяких там групп ли без алгебры и так далее можно там ну просто продифференцировав как функцию гамильтона по времени и смотрите дальше расписываете вспоминайте уравнение гамильтона и гамильтона все вот на этом я думаю что не закончил да я думаю